так вот друзья тут опять меня сбили но вроде бы все восстановлен так вот в прессе представлена эта информация что санду разговаривала по телефону и якобы с премьер-министром украины и по поводу мобилизации отметила готовность страны принять одесских беженцев в случае необходимости а также задействовать армию и призвать резервистов если потребуется защищаться друзья сразу вам скажу конечно президентура ответила что это была попытка манипуляции и значит указанные материалы это фальсификация несоответствует действительности является результатом использована монтажа изображение звука значит я сегодня когда мне позвонили с телевидения я сказал то что хочу сказать вам уважаемые друзья сегодня могут со мной не согласиться по моему мнению идет третья мировая война развязанная россии первое государство на которой россия напала это была соседняя украина война нового типа с использованием новейших технологий с использованием новой стратегии тактики в том числе информационная война идет сумасшедшие это используются все средства массовой информации в том числе манипуляции в том числе фальсификации видеозапись можно любую какую угодно состряпать и я к этому отношусь совершенно равнодушно и вам рекомендую не проглатывайте все что вам сегодня запускается в средствах массовой информации информационная война это страшнее если бы разрушили бы там какой-то дом сегодня информационная война довела россиян до сплошного дебилизма и идиотизма вы посмотрите мне сегодня сказали что я придумал предсказал начало военных действий со стороны россии а не надо было быть предсказателем чтобы не понять что когда накануне 24 февраля этого года россия активно сосредотачивала войска на границе с украиной начиная от беларуси в том числе на территории беларусь и надо иметь пять звезд во лбу чтобы не понять что это были не учение это была подготовка к вторжению и поэтому я сказал что действие россии один в один сегодня похоже на действия гитлера во второй мировой войне один в один и при том когда гитлер расспрашивали почему на границе с советским союзом сосредоточена такая трехмиллионная армия на что гитлер говорил что мы готовимся к что мы проводим учения для того чтобы противостоять англии где англия и где стояла трехмиллионная армия фашистов точно одно и то же но один в один накануне 24 февраля этого года происходило на российской украинской границе это к чему сейчас говорю накануне средства массовой информации россии это было не просто атака это было атомное бомбометание информационные на то не только жители россии но и всему миру вы первую очередь российской семьи пропаганда готовила россиян предстоящей войне нужно было так зазомбировать россиян чтобы на вход нашествие агрессия против украины встречались бурными аплодисментами самих россиян это у них получилось и еще не все это не только на территорию украины распространялась эта информационная война она распространяется и на все постсоветское пространство и не только россия тратит огромные миллиарды огромные миллионы на обработку населения во всем мире в том числе и молдова и когда мне сегодня звонят и провокационные вопросы зают с телевидения как я отношусь ко всему этому что опубликовали якобы какой-то разговор президента молдова с премьер-министром украины я абсолютно равнодушно к этому отношусь и не воспринимают они проглаты я не удивлюсь примеру если опубликуют разговор какой-либо с участием геличей какой-нибудь подробный где гелич домогается какой-то женщина абсолютно не удивлюсь я уже давно перестал удивляться когда у нас в средствах массовой информации публикуются какие-то либо обвинения то там спину имеет миллион то там еще кто-то хранит миллиард в общем я вспоминаю как 10 9 с лишним лет тому назад объявили что гелич продает людей детей уже десятый год я все хожу и спрашивают а где кого покажите все молчат я прошел достаточно жизненный путь для того и притом не пассивный образ жизни вел а агрессивно-активный общественно-политический путь прошел и продолжаете потому что это моя жизнь такой образ жизни но я много делаю выводы и вам рекомендую пока шишки не набьешь не поймешь пока не споткнешься пока не ударишься не поймешь сколько раз мы с вами были одурачены той или иной политической группировкой я называю политической группировки потому что они для меня пока группировки ничего общего с партиями не имеют сколько раз было направлено против нас с вами лыжи нас обманывали нам лыгали и каждый кто стремился к власти обещали киселевые берега и рай больше 30 лет уже я и многие тысячи сотни тысяч родителей разговаривают со своими детьми по телефону вайберу по ватсапу по скайпу с детьми которые покинули нашу страну и вот сегодня это все продолжается мы с вами приняли решение и поменяли власть президент сам сегодня я говорю о президенте сам и вот началось так столько грязи столько я не хочу называть политиков потому что слишком много чести будет для тех кто сегодня по факту льет сколько это просто несоизмеримо все это измерить и взвесить сколько грязи на президента избранного народа избранного народа делается все чтобы ее дискредитировать да у каждого из нас есть своя точка зрения в отношении той или иной деятельности президента но мы со стороны так думаем и каждый рассуждает как бы он поступил и каждый берет на себя ответственность учить президента что ей нужно делать но никто не задумался о том чтобы советы давать надо быть сначала кресле президент потому что народ со стороны не знает того что на самом деле происходит в стране какие ведутся переговоры какие ведутся какие планы составляются нам представляют информацию которая доступна и которой необходимо представить для широкой аудитории но есть тема разговоров чтобы вы знали она может быть только для двух лиц участников президента одной страны президента другой стороны а публике представляется информация только та которая нужна и это все нормально и вот сегодня мне позвонили вот она отвечала на вопрос мобилизации давайте представим себе что этот разговор был ну чтобы вы знали эти панкеры это вы должны это все знать и даже запомнить что это сотрудники фсб россии это специально создаются подобные отделы это завербованные артисты типа которые хотели у нас киркоров и так далее выступать на площади это просто народность не знает и вот такие подобные стрельцов и краснов которые организовывают вот такие вот разговоры по телефону выходят на первых лиц как вы считаете простой человек может получить прямой разговор с главой государства кого-либо никогда это только через специальную связь и специальные людей которые занимаются в той или иной стране внешней разведкой для того это делается чтобы дестабилизировать ситуацию молдовы и для того чтобы дискредировать в данном случае президента республики молдов ну давайте я извините что я так начал издалека меня сегодня спросили как я отношусь к мобилизации о котором которой якобы говорил президент страны я вам скажу то что я сказал сегодня интервью телевидению я вообще остаюсь при мнении что молдова в таком размере и в таком количестве населения вообще даже должна являться должна придерживаться нейтралитет так написано в конституции так бы хотелось чтобы мы были вне всяких войн который происходит в том или ином регионе нашей планеты но представьте себе теперь мы объявили нейтралитет моя хата с краю как говорят на украине я ничего не знаю чтобы не происходило украине чтобы не происходило в румынии у наших соседов мы не реагируем армии у нас нету мы ни с кем не воюем не хотим воевать а теперь представьте себе ваш дом вашу калитку взрыв врываются вооруженные люди избивают насилуют вашу жену ваших детей вашу дочь выносят из дома все нажитое добро вопрос вопрос задаю мужикам чтобы вы делали вот так вот сидели бы и спокойно наблюдали чтобы мы делали с вами если так же как украине врываются тем расшисты и убивает разрушает и насилует ваших жен и детей чтобы вы делали молдаване я вас хочу спасить поэтому одно дело сегодня когда у нас мирно говорить мы не хотим воевать никто не хочет друзья никто не хочет сегодня цивилизация достигла такого уровня когда каждый понимает что самое ценное в жизни это жизнь и никто не хочет и я очень хорошо понимаю россиян которые сегодня сотнями десятками тысяч би убегают из россии никто не хочет на фронт где убивают и ни одна мама не хочет чтобы его ребенок ее сын пошел в эту мне сорок но если в наш дом нашу молдову придут давайте давайте себе представьте давайте представьте себе что во что он вашу квартиру врыв ворваются эти варвары фашисты и важно какой страны очень легко говорить о том что мы нейтральны мы ни в чем не вмешиваемся есть такое выражение почувствовать а есть такое выражение понимаю знаете когда приходит человек открывая душу мы что говорим и рассказывает свою боль да мы вас понимаем мы вас понимаем вы можете ступу понять но вы никогда не почувствуете боль страшную боль у них в сердце никогда вы не сможете почувствовать я на второй день после войны был украины и я постоянно общаюсь с украинцами различного социального уровня начиная от простых людей от бабушек военнослужащих и политиков и руководителей определенных административных образований я их слушаю я их понимаю но почувствовать эту боль почувствовать жажду мести ненависть которая у них кипит колокочет душе я не смог я не смогу потому что это чувство у меня возникнет тогда когда не дай бог это придет в наш дом молдову и вот тут я нахожусь между небом и землей с одной стороны я за то чтобы молдова была нейтральны чтобы мы что мы не хотим воевать да и с военной точки зрения против кого мы можем воевать но когда задается второй вопрос а если тебе в дом придет вот тут-то вот тут-то сразу начинается паралич языка потому что ты не представляешь что будет ты не можешь почувствовать что ты будешь делать потому что это невозможно такая природа человек и поэтому когда говорят вот президент сам дом отметила готовность она женщина а что она сказала неправильно если не дай бог к нам наш дом нагрянет агрессор и захватчик мы будем сидеть сложа руки или будем встречать хлебом солью вы знаете мне рассказали что сейчас происходит в украине когда вошли россияне одна часть населения отступала вместе с украинской армией отходили назад другая часть населенного пункта остались на оккупированной части и многие сотрудничали с российской армией сегодня ситуация поменялась сегодня украинские вооруженные силы активно наступают и освобождают населенные пункты захваченные россиянами и та часть населения которая была в том или ином населенном пункте во время оккупации русских уходит убегают вместе с россиянами россию и в этом населенном пункте остаются считанные которые уже немощные старики и пустой населенный пункт города села призраки да надо говорить правду это официально нигде не говорится у украинцев такая злоба такая злобленность такая ненависть кипит за убитых близких за изнасилованных женщин и важно чья его жена или другого за разрушение города и села даже есть не официальная договоренность пленных не брать и сегодня командование пытается сдержать эту жажду расплаты которая порождается в сердце украинских солдат у них мотивация это их дом это их земля их дом сгорел их близкие уничтожены российскими солдатами и сегодня самая большая проблема остановить обуздать эту жестокость ненависть который кипит в сердцах украинских солдат каждый имеет семью у кого-то дом разрушен у кого-то близких убило разве это можно почувствовать это невозможно почувствовать это можно почувствовать только если мы будем в шкуре не дай бог чтобы мы были сейчас на месте украинского населения и вот когда запускается вот эти вот фальшивые эти записи пытаются всячески дискредитировать санду президента республики молдова а это и есть атака пропагандистская атака не против санду а против всего населения молдовы которые которые проголосовала за нынешнего президента и активно в этом участвует еще и внутри в молдове пророссийские средства массовой информации и пророссийские политики их задача сегодня дискредитировать президента страны путем фабрикации путем распространения лжи и путем дискредитации это сейчас в молдове задача номер один у пророссийских политиков пророссийских сми и в том числе сегодня активно действует на территории молдова и фсб россии нужно поменять власть и поэтому я это вам подробно говорю меня пытаются перекрыть кислород пытаются поэтому я прошу максимально делайте репосты чтобы услышали не меня слушать а чтобы вы подумали над тем что я вам скажу потому что у меня внутри тоже идет переворот каша сплошная я не могу понять как это могло произойти прошло уже 7 месяцев не могу понять поверить кто что мне рассказывает то что я слушаю как это было возможно что происходит с российским народом что происходит и ради чего больше шестидесяти тысяч российских солдат погибли на чужой земле ради чего убивали убивали ладом в афганистане там уберу убивали я тогда служил шахедов местное население в афганистан а как объяснить когда русские приходят в украину и уничтожают русские города русских людей отнимает у них дома жилье как это все понимать любят друзья это прорывается потом я вижу кто-то пытается помешать любыми способами моему прямому эфиру ну ничего им давать так что пробьемся так вот я читаю все что происходит наших в нашей стране о чем только не говорим будет зима газ и все пугают и все зашуганы и все в страхе ой будь так вот друзья скажите спасибо господу за то что у нас мир у нас никакой критической ситуации нет переживем как переживали как проживали и ранее и эту зиму но вы даже не представляете что происходит в Украине вы не представляете даже я не говорю чувствовать потому что я сам не могу почувствовать это надо только на собственной шкуре это почувствовать может люди я беседую в Украине потеряли все у них у них руки опустились все что нажили за всю свою жизнь все все в один момент исчезло у них ничего нет без ничего остались и когда я читаю и когда я читаю что обсуждают в Молдове уже не смешно честно вам скажу я просто удивляюсь о чем говорит Молдова каждый кому не лень обсуждают цену на газ каждый специалист у нас в содержании договора Молдова газ каждый у нас специалист в сельском хозяйстве в экономике а какой только дури у нас не обсуждают вопрос в соседнем государстве идет война и я вам скажу в открытом контексте я вам скажу в прямом эфире сейчас то что я считаю это правда Молдаване вы даже не представляете как вам повезло сегодня украина граждане украины отдают жизнь не только за будущее своей страны за будущее украины и за будущее своих детей они отдают жизнь за молдову за нас и за весь мир и за всю европу они сегодня сражаются своей грудью прикрывают всех нас от этой этого русско-фашизма да мы должны памятник ставить на территорию молдовы украинским героям и если у нас есть дискомфорт какой-то там да мы же 30 лет были на игле у россии она как хотела так нами манипулировать вертела вот так вокруг пальцев и мы должны через это пройти соскочить с этой иглы иначе мы не люди мы уже рабы мы рабами стали не заметили и на крючке у россии крутимся вертимся никак не можем соскочить то не весь мир развернулся россия осталась одна и блокируется со всех сторон однозначно проиграет даже не обсуждается и украина сегодня даже несмотря на то что идет война сегодня активно актив и несмотря на всю эту войну которая происходит украине они сейчас на юге воюют а в центре на севере производство работает на полную катушку работают они на собственную страну сегодня 80 процентов беженцев которые первые дни мигрировали из страны все вернулись обратно и украина будет процветать я вам даже скажу больше украина войдет и в нато войдет и в европейский союз в ближайшем будущем ближайшие дни мы с вами это увидим ближайший год два и самое главное она потянет и нас за собой благодаря украине сегодня у нас мир и у нас да сейчас есть дискомфорт временный ничего и это проживем и это и это мы с вами перейдем но главное то что у нас мир а мы ищем каждый день ковыряемся извините за уважение в жопе у президента и ищем ну мне противно слышать и наблюдать то что я вижу ладно там на площади я не считаю этих людей с интеллектами там нет никакого интеллекта люди зарабатывают на на каждый по-своему зарабатывает на протестах о чем такие деньги дают чтобы не заработать они абсолютно не думают что они своими действиями подрывают устои нашей республики нашего государства что они участники дестабилизации в стране хочется сказать эх чтоб взяла мая санду подала в отставку чтоб все ушли подали в отставку какой вой будет и кто пострадает вы думаете пострадает политики которые ждут и дадон хочет от правосудия уйти шор хочет от правосудия уйти используют людей вы думаете в стране у нас будет порядок от нас отвернется весь запад все окружение которое нас окружает нашу страну Украина и Европа и Румыния и нам будет полный бесед и люди не понимают этого я не ставлю задачу сейчас вбивать в голову там где радиостанция на прием вот здесь не работает я не ставлю при собой задачу я обращаюсь сегодня к тем кто способен мыслить способен логически расставлять все на своих местах я хочу обратиться к Молдаванову и вижу меня постоянно перебивает пытаются сбить с толку не расшатывайте фундамент своего дома не расшатывайте наш дом сегодня Санду несет ответственность за все что она делает им придет время и если мы обнаружим что она совершала преступление мы ее призовем к уголовной ответственности но если мы будем сейчас слушать всех не другого всех врагов не только президента но и врагов тех людей которые сегодня внутренний враг хочет расчленить и разделить единство Молдаван а вот главная задача сегодня оппозиции пророссийских СМИ пророссийских политиков Молдаван хочу чтобы вы меня услышали чтобы вы поняли что сегодня главная задача спокойно и не позволить расшатывать страну Санду не девочка 15 Санду не 15-летняя девочка она взрослая и умная женщина у нас куча недостатков и я тоже имею претензию к команде президента Санду не буду называть фамилии но сейчас не та ситуация при которой надо разрушать то что мы с вами построили сейчас главное добиться мира в Украине это главная задача сегодня для всех и в том числе для каждого молдаванина сегодня молиться чтобы быстрее закончилась война и восстановился мир в соседнем государстве от этого зависит благополучие нашей страны вот это главная задача и не отвлекайтесь больше ни на что трудитесь окружите заботой своей семьи и берегите здоровье нет ничего дороже здоровья я очень много вижу страшное несчастье кому бог послал страшные болячки ничего человек не хочет ни денег ни машины не комфорта он хочет только здоровья что нужно чтобы каждый не дай бог заработал такую болячку при котором он уже ничего не хочет только тогда вы поймете только тогда когда вы лежите когда вы не можете встать и когда вы беспомощны вам не хочется ни денег ничего вы хотите только здоровья Так вы только, да, понимаете. А сейчас, пока вы живы, здоровы, какого хрена вы ищете приключений на свою жопу? Радуйтесь, что Бог вам послал здоровье. Молитесь, чтобы в Украине воцелился мир, чтобы Украина победила. Вот, что сегодня в основе и главной целью должно быть всех молдаван. Держаться вместе, поддерживать соседнюю братскую Украину, быть со всем цивилизованным миром, в борьбе за справедливость, в борьбе с врагом, захватчиками, быть всем вместе. И бороться с внутренним врагом. Не позволить дискредитировать избранную власть и не позволить дестабилизировать ситуацию в Молдове. Вот, что главное сегодня для мыслящих людей, которые живут в Молдове. Мыслящих граждан Республики Молдовы, где бы они ни ходили. Вот это главная задача. Друзья, вот что я хотел сказать. После того, когда мне сегодня брали интервью, я решил это вам сказать публично. Я не знаю, как там вырежут, наверное, с моих ответов какие-то определенные моменты, что нужно, а что не нужно, не покажут. Ну, это наши СМИ, понимаете, да? Поэтому я решил опередить ситуацию и высказать в прямом эфире свою точку зрения, свою позицию. Благодарите Бога за то, что Он вам дал здоровье. И желайте друг другу только здоровья. Мир может быть только если мы будем здоровы и на голову, и на остальные части органов. Вот тогда будет мир. Спасибо вам всем за внимание. В ближайшие дни мы делаем с моими друзьями некоторые защитные действия для того, чтобы не препятствовали нам, а вернее мне, с вами общаться. Это тоже война. Кто-то пытается перекрикать кислород мне, а мы, сложа руки, сидеть не будем. Всем здоровья, друзья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Планы у меня завтра я уезжаю в Румынию, после этого уезжаю в Украину. Потом мы поговорим. Есть интересные темы еще и о Дадоне, и о уголовных делах. И как у нас сегодня идет процесс по привлечению к уголовной ответственности политиков, которые сегодня преследуют цель любым способом. Любым способом используют людей для того, чтобы смести эту власть. Не для порядка, не для благополучия Молдовы, а только для спасения своей шкуры, личной шкуры. Таким образом они пытаются уйти от уголовной ответственности. Так, об этом думайте каждый день. Всем, друзья, пока. Удачи, еще раз удачи и здоровья вам.